итак третья серия маршрута ижевск-нижний новгород уже это не интрига буквально в первой серии прокололись бог с ним еще будет возможность есть уже такие маршруты но об пока говорить не буду сейчас немножко о реальной обстановке реального видео и серьезные проблемы возникли с записью на парковке как что так все произошло проехав маршрут и остановившись на ночевку видео было переброшено на внешний жесткий диск и видеорегистратор остался и радио и видеорегистратор включили в режиме парковка то есть автомобиль уже был припаркован стоял на месте через семь минут после включения видеорегистратор как положено ушел в режим записи на парковке и запись велась всю ночь но поскольку объем записи на парковке очень маленький по объему утром продолжили движение по маршруту при просмотре видео уже после выполнения маршрута было состояния шока потому что появилось очень много битых файлов то есть автомобиль стоял на месте не двигаясь не трясся ничего никаких внешних воздействий не было но почему появились битые файлы для меня до сих пор остается загадкой сто файлов оказались битыми очень много потребуется времени для того чтобы вырезать битые моменты просто очень много их кратковременно но все равно это удовольствие не доставит просматривая видео с этими битыми участками что намерен делать дальше пока не определился возможно буду каждую серию тратить на нее достаточно много времени возможно оставлю без обработки ну вернее размещу маршрут нормально без поврежденных файлов ну а затем когда будет настроение желание наверное буду добавлять в плейлист три серии примерно сбитыми сбитыми файлами конечно для меня это было большим разочарованием подвел дата кам-6 макс очень сильно расстроил но уже все свершилось к сожалению сейчас подъезжаем к казани движение по городу будет без ускорения с оригинальной аудио ну где-то я буду добавлять свои комментарии то есть уточнять местонахождение какая улица какой проспект и так далее ну а далее я говорю наверное три серии пропущу и продолжу дальше или же пока не знаю пока не определился или же начну мучиться вот с теми проблемами которые возникли на другой день придется снова звонить общаться с официальным дилером дата кам ну к счастью там сейчас появились новые видеорегистраторы дата кам 8 или дата кам ду с двумя видеокамерами там правда качество записи пониже чем на шестерке на шестерке 40 мегабит в секунду там значит 20 мегабит максимальное качество но буду консультироваться с продавцами насколько качество будет хуже очень не хотелось бы экономить на качестве в общем вот такая вот дилемма такая проблема или же поменяю на новый видеорегистратор с двумя камерами ну или же каждый раз вот переживать нервничать о том как идет запись на шестерке обидно то что печально вернее что во время записи никакой информации о том что появляются поврежденные файлы к сожалению нет запись идет нормально лампочка светодиод мигает равномерно ну а на практике получается хотелось показать в полном формате вот всю ночь как вся ночь там за несколько минут буквально пролетает как наступает рассвет восходит солнце как меняется интенсивность движения на дороге вот такие были планы такие были намерения ну а следующая ночевка в следующих маршрутах я уже проверил значит на ночевке на привале съемка съемка в формате на парковке там без проблем без какого-то ущерба для видео все было нормально вот этот плавающая неисправность непонятка это чем объяснить это я не знаю не могу к сожалению и в техподдержке тоже ничего определенного в этом плане сказать не могут вот ребята там адекватные нормальные с пониманием подходят то есть к техподдержке вопросов и претензий нет впереди мобильный пост ТПС ограничение 90 вопросов Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Казань в центре красная Субтитры сделал DimaTorzok Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости Ограничение 60 Субтитры сделал DimaTorzok Впереди камера Ограничение 60 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Это же государство принадлежит Впереди мобильный пост ТПС Ограничение 60 Сейчас за перекрестом Это там же метро? Да, получается там перехода Камер вроде нет Если что не удалось я думаю найду где нибудь снасти взорвались запасы сухарей и пресной воды были на исходе 4 ноября святой павел бросил якорь у неизвестного острова позже названного именем берега с намерением здесь пересиповать из 50 человек экипажа на ногах держалось только 10 мотоцов больной берег велел положить себя в землянке и полу засыпать песком считая что так будет теплее спустя месяц он умер весной следующего года переживший зиму 45 моряков парная камера контроль средней скорости ограничение 40 парная камера контроль средней скорости ограничение 40 ну что доехали мы движение по улице рихарда зорге парная камера контроль средней скорости ограничение 40 дороги следующий г до 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 знакомое место уже уже мы здесь были так куда встать инвалидные места инвалидные так ладно еще один кружочек сделаем руки Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Но при этом министр отметил, что двойное гражданство с Россией невозможно. Об этом сообщает украинское издание «Европейское право». Продолжение следует... Так, ну что, друзья, давайте прокатимся немножко по вечерней Казани. Продолжение следует... Хочу... Так... Алла? Да, здравствуйте. Да, 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 да. Продолжение следует... Ага, хорошо, хорошо, все в силе, все в порядке. Продолжение следует... Так, хочу съездить перекусить... Пицца захотелось... Так, а для этого... Сейчас, секунду... Рыбак, которого обнаружили возле озера Левико в области Трентина, наиболее серьезная ситуация сложилась в Лигурин, губернатор, который намерен обратиться к правительству Италии с просьбой об объявлении чрезвычайного положения во всем регионе. Гару стихии им подверглись итальянские прибрежные районы, а также курортные городки. Волны там достигали 10-метровой высоты. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, поехали. Покатаемся, посмотрим Казань вечерняя. Как пообещали в Минэкономразвитии, с нового года так называемые некапитальные постройки не нужно будет регистрировать, а сами объекты будут считаться улучшением земельного участка. Подробности... Конституционный суд Ингушетии признал незаконным договор о границе с Чечнёй. Ранее в Конституционный суд Республики соответствующий запрос налогатилась группа депутатов республиканского парламента. Заявители считают, что закон меняет территорию республики, поэтому его принятие возможно только результатом проведения референдума. Глава Ингушетии, юночный суд, пока никак не отреагировал на решение суда. Но, как сообщили газеты, коммерсанты-источники близкие прединами, власть решения КАЭС не должны иметь последствий, так как вопросы находятся в него компетенции. Как самой республике и восприняли решение Конституционного суда, глава корреспондента ТРК Ингушетии Марина Боркин-Куль. В Ингушетии восклинили на ура, конечно, это решение Конституционного суда, потому что до этого были всякие разные провокации. Некоторые парламентарии пытались ввести какой-то разглас, но в любом случае Конституционный суд принесло такое решение. Люди очень не рады. Это, как вы сами понимаете, первый шаг. Для того, чтобы вернуть потом эти дела в законном порядке, опять застав в Ингушетии. Завтра будет продолжение вести, чтобы пограничиться в атаке, потому что уже пространировали миссию. Марина Боркин-Куль, как сказала бизнес-консионалистка из Чечни, попросившая не называть ее имя. Рамзан-Кадыров заявил, что вопрос о границе закрыт, поэтому никто в республике говорить на эту тему публично не будет. По главе Чечни Ингушетии, Рамзан-Кадыров и Юнус Бекевку, 26 сентября подписали соглашение о границе между республиками. Чечня получила часть надтеречного района Ингушетии, а Ингушетия территория на границе с Молгопекским районом. После этого в Ингушетии... Осторожно, дети! Ограничение 40! ...с представителями митинговых дважды отвечали. Попрецедента Северокавказском федеральном пункте Александр Матур и группы глава управления поврежденной политической администрации президента Дейяля. Глава Ингушетии на силуанов отверг с введением прогрессивной шкалы налогобложения вместо единых 13% для всех делах. По его словам, богатые найдут возможность не платить налог в случае его повышения. Так называемые налоги на роскошь, на дорогие машины или яхты уже оповышены, заявил Силван Охон-Первью Владимиру Кознаву на первом канале. Нам часто говорят о том, что давайте повысим налоги на богатых. На самом деле мы это сделали. И повысили налоги на роскошные имущественные комплексы, машины, яхты, квартиры и так далее. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 60. С одной стороны, плоская шкала, наша 13%, она достаточно устоялась. И здесь не менять законодательство, о котором мы бы говорили с метрозиком в настоящие 6 лет, наверное, было бы неправильно. Поэтому мы сейчас говорим о чем? Нам нужно подтягивать зарплату, нам нужно подтягивать наши пенсии тем гражданам, у которых сегодня действительно высокий доход. О реплике Силанова комментирует вице-президент Российского Союза промышленников и предпринимателей Игорь Юрьевич. Общество растет, некая напряженность, и уже точно растет востребование социального праведства, или хотя бы больше социальной справедливости. От вопроса по плоской шкале долго уйти тоже не удастся. Сами наши медиа показывают такие дворцы, такие яхты, такие самолеты, такие перелеты, такой образ жизни, что, безусловно, это не может вызвать у большинства населения естественной реакцией. Хорошо, что он сказал о том, что они об этом думают. Замечательно, что, наконец, наверное, начались расчеты в этом направлении. Но еще раз хочу повторить вопрос по плоской шкале, как бы он не устоялся, как бы не были важны варианты с выводом капитала и так далее. Этот вопрос все равно станет ребром, потому что при рецессии, которая вполне возможна в санкционном режиме, долго так терпеть, видимо, основная масса не сможет. Хотелось бы, чтобы мы ждали не социального взрыва, а здравой и полномерной политики в этом направлении. Игорь Юргенс. В настоящее время в России действуют повышенные транспортные налоги для автомобилей, считающиеся роскошными. Для транспортных средств ценой 3,5 миллионов рублей, капсент составляет 1,5, а для автомобилей ценой 40 миллионов, капсент уже 2. Россияне ставят рекорды перекредитования. Объем кредитов россиян на обслуживание старых долгов за год вырос более чем в полтора раза. Об этом со ссылкой на бюро кредитных историй Квифак сообщает 2 новости. По данным исследованию общая сумма перекредитования россиян достигла почти 70 миллиардов рублей. А насколько серьезные проблемы являются рекордным ростом объемом перегонсирования старых кредитов, комментирует педрику компании класса Алексея Казахстана. Я в этой тенденции никакого кризиса не вижу. Это говорит только об одном, что банки как раз в последний год-два стремились набрать себе хороший партнер клиентов путем предложения рефинансирования старых кредитов под более выгодные ставки, под более низкие ставки. Потому что это была вообще в принципе тенденция последних месяцев, последних пару лет, когда банки боролись за хорошую клиентуру и по факту просто пытались переманить клиентов себе от соседних банков, предложив более выгодные условия. Поэтому это скорее тенденция, свидетельствующая о том, что многие клиенты смогли перефинансировать свои кредиты на более лучших условиях в снижении в самом ежемесячное время. Скорее это позитивный момент. На рынке достаточно здоровая ситуация. Надо дальше посмотреть, что будет процесс местности. Впереди камера. Ограничение 60. Наверное, мы можем ожидать некого охлаждения на рынке потребительского кредитования. Алексей Казарин. В самом Экифакте ожидает, что тренд на реконсирование старых долгов должен развернуться. Как считает руководитель компании Олег Лагуткин, с учетом повышения ключевой ставки, банки едва ли продолжат курс на снижение ставок. Есть предложение, что начиная с сентября объем рефинансирования по всем банковским продуктам будет демонстрировать тренд на снижение, зафиксировав свои пике в июле-августе, приводят его слова агентства. А при этом считать высокие показатели перекредитования исключительно положительным симптомам не следует. Парная камера. Контроль средней скорости. Ограничение 60. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 60. Евгений Надоршин. Ранее Федеральная служба судебного престола сообщала, что из-за надолгов перед банками более миллиона россиян, выговоря в категорию невыездных, всего в списке невыездных находилось почти 3 миллиона должников различных категорий, включая именщиков, притокников по штрафам. Это на миллион 200 тысяч и больше, чем в усыне прошлого года. Но Трамп может отменить получение гражданства США по праву рождения, по крайней мере, попытаться это сделать. В основном главы Белого дома для отмены соответствующей конституционной нормы достаточно президентского указа. Сейчас любой ребенок, рожденный на территории США, становится американским гражданином, об этом говорится в 14-й поправке Конституции страны. При этом формулировку некоторые считают спорной. В одной из консервативных интерпретаций нормы касаются только детей и граждан США. Верховный суд РАНЕ подтвердил, что право на облучение американского гражданства распространяется... Впереди мобильный пост ДПС контроля скорости. Ограничение 60. Нелегальных мигрантов решение Верховного суда не открывает, и именно их право на облучение гражданства США по рождению хочет аннулировать Тональд Трамп. Заявление американского президента прозвучало в интервью агентству Аксесс. Что касается иммиграции, некоторые эксперты считают, что гражданство по праву рождения можно облинить без изменений Конституции. Да, с помощью президентского указа. Именно. Вы думали об этом? Да, мне всегда говорили, что для этого нужна поправка в Конституцию. Но угадайте, что? Не нужна. Ну, это спорный вопрос. Очень спорный вопрос. Ну, это точно может сделать Конгресс. Но теперь мне говорят, что можно обойтись и президентским указом. Это же смехотворно. Мы единственная страна в мире, куда человек может въехать, родить ребенка, и тот фактически тут же станет гражданином США и будет 85 лет получать все преимущества. Смехотворно, смехотворно. Так не должно быть. И вы говорили об этом советниками? Да, все в процессе это произойдет. Стоит отметить, что заявление Трампа о том, что США единственная страна с получением гражданства по праву рождения не соответствует действительности. Аналогичные нормы действуют в Канаде и дяди других стран. Реплика Трампа может быть связана с близостью выборов в Конгресс США. Обострение темы миграции считается выгодным для республиканцев. Поэтому громкая инициатива может пойти Трампу на пользу, даже если указ будет тут же заблокирован решением суда. Выборы в обе палаты Конгресса состоятся во вторник, 6 ноября. А по оценкам большинства векторальных аналитиков контроль над палатой представителей скорее всего перейдет демократам, а Сенат останется за республиканцами. При таком развитии событий политические оппоненты Трамп смогут блокировать инициативы президента и возобновить дополнительные расследования в его отношениях. Реклама. Реклама. Гастроли в Казанском церкви. Мастера манежей фигурного катания. Белые медведи и группа дрессированных животных. Световые лазерные спецэффекты. В ледовом шоу «Цирк на льду!» Айсберг! Ледокоса и на сайте цирка 0+. Согревающее предложение от салона говров «Гранд Кардер». Скидки до 50%. Говры от «Гранд Кардер» дешевле в бою. И вашего 36 корпус 1. Тот по центру. Телефон ест 15, 36, 36. Акция до Казан-Лебря. День коммерческой службы «Бизнес-ФМ» в Казани. 518, 40, 40. «ФМэморис» – толковый словарь продвиженного пользователя интернета. Английское слово «флот» означает наводнение или потоп. Но в интернет-лексике оно не имеет никакого отношения к воде, да и произносит его иначе. «Флот» – это большой объем информации, одинаковых картинок и фраз... Осторожно, дети. Ограничение 40. «Флот» – это бессмыслица, используя которую юные пользователи с неокрепшим распутком вызывают раздражение у всех участников дискуссии. И особенно у модератора. За что тот может их забанить? «Фмэморис» – так говорят в интернете. Так поступают миллиардеры. Он предпочитает работать стоя. Для сотрудников в его офисе стоя не нашлось. Сидеть могут только посетители. Непростые условия труда, тем не менее, уже принесли акционерам его компании более 50 тысяч процентов прибыли. Майкл Делл. 49 лет. 48-е место в списке «Форбс». 17,5 миллиардов долларов. Миллиардеры на «Бизнес.ФМ». Компании и конференции. Студия Денис Кудряшов. Вы здравствуйте. «Бизнес и власть». Банк России разработал концепцию по совершенствованию регулирования местонного страхования жизни. Проверяемые изменения сообщения «Форбс» позволят остановить рост металлосовестных продаж данного продукта, повысит ответственность по страховым компаниям и агентам, а также сформирует более осознанное отношение потребителей. Более 90 процентов продаж ИСЖ приходится на кредитные организации, агентов-страховщиков, которые зачастую достаточно информируют потребителей. Для этого, в частности, планируется установить требования полного раскрытия информации об особенностях и договорах ИСЖ и связанных с ними рисках. Отсчеты и планы. 6 миллиардов рублей инвестирует японская корпорация «Токио-Роб» в создание на Дальнем Востоке деревообрабатывающего предприятия по производству готовой продукции с высокой степенью переработки. В настоящее время, сообщает «Нитерфакс», ее представители совместно с агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта ведут поиск на территории Приморского и Хабаровского краев участка, походящего для локализации этого предприятия. Ранее сообщалось, что «Токио-Роб» планирует вложить почти 8 миллиардов рублей в создании на Дальнем Востоке производства инвестиционных витых сердечников для кабелей LED по запакетованной технологии. Состояние «Токио-Роб» с основателем водительства торговой интернет-компании «Амарин». Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 60. Это сообщает, что «Нитерфакс» произошла после публикации отчетностей и стала рекордой финансовая потенка, произошедшая за сколько коротких промежуток времени. Прыдущий рекорд был заветен в июле этого года, когда марк, например, вознялся с наты с половиной миллиардов. «Новости компании, попарации, каждый полчаса. Держи». «Новости компании, попарации, каждый полчаса. Держи». «Бизнес-рфам». «Первое зеловое радио». «Главный сайт». «Восемнадцать сорок пять в Москве». «Главный сайт». «Главный сайт». «Долг пока не решил». «Задержанные на Украине экипаж российского судна «Норд» подменяли на семерых украинских моряков, «Капитал» с Алексеем Завьяновым. «Добрый вечер, Алексей». «Добрый вечер». «Ну, пожалуй, все-таки в ходе роста развиваются торги на американскую, но надо удовлетворить, причем крайне платили на этой торге, особенно в «Понанда». «Да, вот там интересная ситуация. Ну, видишь, не хотят владельцы корпорации, чтобы их акции падали, и объявляют процедуру обратного выкупа. Ну, все это вот приводит к таким всплескам на рынке, и сегодня действительно, ну, волатильные они уже на последнее время все такие торговые сессии, и то в жарком поводе бросают игроков, то продают они, то откупают резко. Ну, вот сегодня компания IBM объявила о том, что будет выкупать собственные акции, и объявила о том, что на 4 миллиарда долларов будет этот buyback IBM, причем ранее компания сообщала о том, что уже выкупает акции на миллиард 400 миллионов долларов, таким образом получается, что общий объем акций, которые будут выкупаться, составит 5 миллиардов 400 миллионов долларов. Ну, кстати, акции IBM не стали расти, а вот другой, ну, сегменты другие компании как-то разбодрились после этих новостей. Ну, в целом, если посмотреть преимущество доллара на глобальном валютном рынке, сохраняется, причем, ну, что даже усилился рост доллара США, хотя в евро был сегодня шанс подрасти. Сегодня были довольно высокие инфляционные показатели в Германии. Это были цифры за октябрь. Инфляция в Германии больше на 2,4%. Это максимальный темп рост и сегменты 2019 года. Но вот мы думали, что это только немецкая экономика, это не совокупный гармонизированный индекс потребительства. Впереди камера. Ограничение 60. Там пока еще нет таких взлетов за счет других стран. Ну, как раз на общий индекс ориентируется Европейский Центральный банк. Ну, в принципе, рынок-то, конечно, увидел то, что в Германии такая инфляция высокая. И здесь была попытка сыграть пользу евро, но попытка неудачная, потому что они будут открывать. Еще накануне пришли новости, то, что Ангела Меркель уходит со своего поста, но будет это в 2021 году. Ну, и сейчас рынок пытается оценить все-таки, что же будет после этого года. Может, понять, кто придет на ее место. Но, тем не менее, вот на рынке говорят о том, что вот все-таки никто бы не пришел. Все это будет спровергаться увеличением расходов, то есть увеличением бюджета. И, естественно, это рынкам пока не очень нравится. Так что дело, наверное, укрепиться шансов не особо много. В Германии и всего прочего сегодня, кстати, неплохо смотрятся высокодоходные валюты или валюты развивающихся стран. Ну, здесь исключение китайский юань, хотя вот уже в американскую торговую сессию повод стал снижаться с китайским юанем. И чуть ниже 6,97 баллов. Вот рубль сегодня растет. Растет вместе со всеми высокодоходными валютами. И даже усилен немножко рост. То есть 65 рублей 54 копеек стоит у США. Елки 74 рубля на 47 копеек. Но рубля пока поддержка, пока налоговый период. Естественно, в этот период экспортеры продают выручку, чтобы заплатить налоги в рублях. Причем здесь платятся и в окончании месяца налоги, и, соответственно, еще и квартальные. Так что объемы там были довольно большие. Эта рубль, конечно, отчасти поддерживала. Скорость поддержка уйдет. Ну, и не будем забывать, что все-таки санкционные риски, они по-прежнему остаются крайне острыми. И, естественно, могут в любой момент реализоваться. И спрос на рублевые активы. Вот на фоне неопределенности вокруг берегущих санкций. Тоже в последнее время особой популярностью не пользуются. Но посмотрим, как завтра пройдет ООН облигации федерального займа. На 20 миллиардов размещает Минкер ОПЗ. Причем... Положение определено. Впереди камера. Контроль проезда на красный свет. Ограничение 60. Реклама. Мой бизнес — это праздник. Для вас он звучит так? Малышка, я ем. А для меня — вот так. Срочно оплатите еще два контейнера с товаром. А чтобы бизнес набрал обороты, нужны деньги. Оформите кредит для бизнеса на любые цели. Онлайн-заявка на сайте. Решение за три дня. Сбербанк для малого бизнеса. Кредит доверия доступен по июне. С годовой выручкой до 60 миллионов рублей. Подробнее на сбербанк.рубанк. Праве отказать выдачу кредита ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России. Номер 14.8.1.11.2015 года. Заработаем. Чистим. Именно так действует новое топливо Белис технологии Эктив уже с вашей первой заправки. Со временем оно удаляет отложения с деталей вашего двигателя как сотни усердных щеток. И помогает двигателю работать с максимальной отцом. Ограничение 40. Впереди камера. Контроль проезда на красный свет. Ограничение 40. Крепер. Крепер. Контроль проезда на красный свет. Крепер. 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 В настоящее время сообщает Интерфакс, что представители совместно с Агентством Дальнего Востока по привлечению местиций и поддержке экспорта ведут поиск на территории Приморского и Хабаровского краев участка, подходящего для локализации этого предприятия. Ранее сообщалось, что Токио РОП планирует вложить почти 8 миллиардов рублей в создание на Дальнем Востоке производства индукционных битых серпичников для кабелей ЛЭП по запаспортованной технологии. Осторожно, дети! Ограничение 40. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 40. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 60. В 1941-м в Москве в студии Востоке, а один обезьян получил пятидровую пробую при аварии с подключением двух полей. В результате сочетания 4 человека, а один пропал в крестности. Вы не поняли, потому что это пока неясно, причины аварии не сняются. В России стали меньше рожать. За 9 месяцев этого года на свет появилось на 60 тысяч детей меньше, чем за тот же период прошлого года. В чем причина? Это не репрессия, а ошибка организаторов. В Нижнем Новгороде отменены выступления Монеточки и ЛДЖ. В песнях артистов прокуратура выиграла дизорную лексику и призывы по потреблению алкоголя и наркотиков. Сараи, беседки и запоры перестали считаться недвижимостью. С нового года эти постройки будут считаться улучшением земельного участка. По практике будут внесены гражданский кодекс. Подробности в дальнейшем эфире Бизнес.ФМ, а прямо сейчас программа Капитал. Капитал с Алексеем Завьяловым. Капитал с Алексеем Завьяловым. Капитал с Алексеем Завьяловым. Добрый вечер. В Нью-Йорке неплохо все складывается. Капитал с Алексеем Завьяловым. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Три улицы в Москве, но еще по одну из Лавнуково и в Люберцах. А сколько их еще по России, тема для отдельного исследования. Есть в нашей столице и настоящие мужские названия. Например, улица Космонавтов неподалеку от ВДНХ или проезд Стратонавтов в Тушино. Последняя получила это гордое имя в 1964 году в честь стратонавтов Васенко, Федосиенко и Усыскина, которые погибли в 1934 году при попытке установить рекорд высотного полета на стратостате ОСАВИАХИМ-1. Причины катастрофы до сих пор не выяснены. Главная версия – несовершенство летательного аппарата. Мой тестовый Кашкай в стратосферу, конечно, не поднимется, но на своей территории всех пассажиров защитит в любой ситуации. Так что я спокойно и комфортно перенещусь чуть восточнее, в район ВДНХ, где еще немало интересных названий, о которых я расскажу в следующих передачах. Держитесь курсом. Тест-драйв на Бизнес-ФМ. Бизнес-ФМ.